ТРАССА СТО ОДИН Приветствую в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Начинающие водители в нашей стране стали заметно реже устраивать ДТП. По сравнению с началом прошлого года, сообщает известие, по их вине произошло на 21% аварий меньше. В них погибли 156 человек, минус 19%. В сравнении с первым кварталом 2016-го. Одновременно, однако, есть регионы, где водители-новички стали фигурировать в дорожных сводках чаще. ТРАССА СТО ОДИН Россияне не изменили предпочтений при выборе поддержанной иномарки. Самой востребованной БУ-легковушкой зарубежного бренда остается Форд Фокус. Далее, сообщает агентство Автостад, идут Тойота Королла и ее родственница Камри. На четвертом и пятом местах, соответственно, Хёнде Солярис и Шевроле Нива. В целом, наши соотечественники стали тратить немного больше на покупку авто с пробегом. Через 2-3 года в России может начаться серийный выпуск небольшого двухместного легкового автомобиля со съемной крышей. Родстер, придуманный в МГТУ имени Баумана, получил название Крым. Купить полуостров на колесах по предварительной оценке можно будет за 700 тысяч рублей. Пока же он существует в единственном экземпляре. Большинство комплектующих для него позаимствовано у Лады Калина. Трасса 101 Стартовали продажи внедорожника DW Hover H3, который собирается в Ставрополе из комплектов, поставляемых китайской Great Wall Motors. Начальная цена новинки – 1 миллион 230 тысяч рублей. Машина комплектуется двухлитровым бензиновым мотором мощностью 149 лошадиных сил. Коробка – шестиступенчатая механика. В списке опций имеются, в частности, системы контроля давления в шинах, датчики заднего хода, система отключения подачи топлива при ДТП и эроглонас. Трасса 101 На одном из автополигонов в США до скорости 370 км в час удалось разогнать Toyota Land Cruiser 200. Японцы хотели заполучить звание самого быстрого внедорожника в мире. Однако представители Книги рекордов Гиннеса отказались фиксировать этот результат. Дело в том, что испытуемый крузак был сильно доработан. Двигатель V8 мощностью 2000 лошадей, трансмиссия особой конструкции и много чего еще. Сотрудникам Книги рекордов важно же, чтобы рекордсмен не отличался от гражданской версии и чтобы его можно было купить. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова и в группе программы ВКонтакте. До свидания. Продолжение следует...